А в магазине Механика продолжается новогодняя распродажа. Ключи и аккаунты с самыми крутыми играми по очень низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят! С вами Механик, и сегодня мы вместе с вами продолжаем играть в Scania Truck Driving Simulator. И после того, как я прошел автошколу в прошлой серии, я думаю, что пора нам заняться чем-то экстремальным. Я уже попробовал проехать по Дороге Смерти, и теперь хочу показать вам, как это вообще все выглядит. Ну, сказать, что это сложно, это, пожалуй, ничего не сказать. Сейчас нам здесь вначале немного покажут такой анонсик того, что нам предстоит. Как видите, это очень узкая горная дорога, с которой слететь можно буквально в любой момент. Вообще в любой момент можно послететь с ней. Будьте предельно внимательны, не сталкивайтесь со встречным трафиком или припаркованными машинами. Так, ну что ж, давайте начнем. Поеду я максимально аккуратно. А вы напишите в комментариях, как вы считаете, смогу ли я пройти эту карту с первого раза? Честно говоря, не знаю, смогу я или нет. Такс. Наверное, помедленнее лучше ехать. 30 километров в час, это слишком быстро. Тихо, 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 тихо. Эй, чё не едешь-то? Едь давай. Кстати, даже за то, что ты цепляешь камни, начисляют штрафные баллы, и их начисляют реально очень много. То есть, это вам не просто вот этот столбичек маленький сбить, тут действительно там по 400 примерно где-то начисляют за то, что ты на камушек наехал. Так что, ехать приходится реально очень-очень прямо аккуратно, и везде ты едешь на грани. Так, вот здесь особенно опасное место, я уже помню его, запомнил, потому что здесь мало того, что поворот, мало того, что мало места, камни, так еще и встречный автомобиль здесь у нас. Как бы поджидает такой, но... Так вот, если аккуратно его объезжать, то в принципе, я его даже не зацепил, что меня очень сильно радует. Так, а вот здесь тоже очень опасное место. Надо прям максимально по краешку, получается, ехать. Пожалуйста, только не зацепись. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй, по-моему... Сейчас зацеплю. Да ладно, не зацеп... Не... Ну кого я зацепил? Ну кого? Ну кого здесь я мог зацепить? Я же вон на этих смотрел, никого не зацепил. Ох ты же, елки-палки. Ладно, хотя бы просто пройти ее. Или вот этот камень тоже считается за препятствие. Как мне тогда проезжать эту трассу? Так, тут у нас фура сканья. Здесь мы объезжаем какой-то, я так понимаю, какой-то передатчик или что-то такое, не знаю. Короче, камера, видимо, дорожная стоит. Так, здесь закладываем сюда, закладываем туда и... Подождите, подождите, подождите. Увидите? Там машина лежит. Офигеть, машина улетела, типа. Да. Вот этого я что-то не обратил внимания. А может я и не доезжал сюда первый раз, не знаю. Не помню. Так, ну пока вроде все нормально. Опять же... Реально? Действительно, вот здесь вот... Ну какое же это столкновение-то? Кстати, чтобы вы поняли, я еще три раза получил штраф за это столкновение, и теперь у меня фура не едет. А что он и не едет-то? Может пониженную надо включить? Давай-давай-давай, пошла-пошла-пошла, ну. В пол газа, давай-давай-давай. Да не переключай-то, просто едь. Просто-просто выезжай, давай, в пол газика, в пол газика. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Вот-вот-вот-вот-вот, пошла-пошла-пошла. Ну же, ну давай-давай-давай, едь, ну пожалуйста. Все, поехала. фух поехала это хорошо это меня радует так здесь видите более-менее такая прямая даже можно под разогнаться чуть-чуть видимо плохая была идея под разгоняться куда ж ты твою медь представляете весь эпик ситуации вот финиш вот финиш я так подождите не все не еще не все потеряно мне кажется задание провалено прицеп потерял да те кто поставил на меня что я смогу с первого раза пройти к сожалению ребят вы проиграли вы ошиблись и я не смог пройти с первого раза эту карту в этот раз вернее так ладно главное соблюдать и так понимаю скоростной режим и все будет хорошо я не помню где первый раз цепанулся а нет да или нет где фура стоит вот на том повороте получается первый раз цепанулся так и не увидел обо что то есть об камень об какой-то видимо сейчас поедем мы еще аккуратнее наверное ну постараемся по крайней мере ехать аккуратнее так просто в миллиметрах проезжают этого рейнджа припаркованного и вот оно это место где припаркована получается фура и где ехать надо ну максимально аккуратно как бы вот мне не свалиться здесь посолить тут какие-то венки стоят с кресты какие-то стоят что это вообще к чему зачем так есть вероятность что цепану фуру прицепом есть такая вероятность да ладно вот это да это было для меня удивительно по уме ему зеркало все-таки снес так вот здесь надо пошире брать потому что по вот на этом месте как раз таки и возникали у меня проблема с зацепом а нет вот вот там чуть дальше еще нужно да получается вот там чуть дальше нужно брать пошире здесь где вот эта машина такая которая упала получается вот вот тут мы берем вот так вот как-то пошире чтобы не цепануть прицепом и на скорости смотрите вытягивает на скорости на четвертой если до этого я тормозил и она просто начинала видимо шлифовать или что-то или движка не хватало то сейчас по крайней мере по крайней мере у нас все получается ребята это уже плюс и кстати тут близко финиш так я надеюсь что смогу доехать без штрафов сейчас и поэтому надо ехать мега аккуратно мега просто осторожно так максимально близко к вот этим отбойником но не настолько близко чтобы чтобы прицеп не задел просто фух так 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 подкрадывайся давай 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 есть ни одного штрафного балла просто ни одного штрафного это очень круто это очень здорово ребят так перейдем сейчас список заданий дальше у нас есть набережная и наводнение не знаю что там за нами кстати посмотрите как много их офигеть давайте попробуем набережную ой чё сделал так экстрим и набережная хотя подождите давайте водительские соревнания сады поехали я сейчас покажу вам несколько режимов чтобы вы выбрали что вам интереснее на данный момент смотреть ну или либо я буду так и делать одну серию здесь а ну там аккуратно развернитесь на территории ограничены конусами по моему это изи вообще нет и изи это сложно я чё думал что здесь место побольше куда ты едешь то так оп 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 смотрим на это зеркальце и смотрим так конечно высунуться бы туда и посмотреть но вроде вроде как можно плюс в том что фура реально очень короткая так ну вот в принципе все смотрите я развернулся так а прохожу ли я вообще здесь по конусам не понимаю немного габаритов вот тут я как проезжаю вообще нет в притирочку ну не так сложно на самом деле так список заданий в яблочко это здесь то не покажет насколько точно способна оценить дистанцию между впереди стоящими объектами и передним бампером грузовика задание может показать показаться сложным но если не суетиться и работать педалью газа осторожно то все получится давайте тоже попробуем ладно давайте попробуем в яблочко попробуем проехать в яблочко что надо делать оставите грузовик так чтобы передний бампер грузовика оказался как можно ближе к центру мишени нажмите звуковой сигнал когда будете готовы зафиксировать результат так а чё здесь в чем сложность то easy за 10 секунд прошел так ребят ну чё на этом мы точно уже заканчиваем если понравилось ну вот что то из этого то смело лайк смело подписка продолжение обязательно будет скорее всего будем проходить каждый день серии будут выходить по ней потому что игрушка мне лично очень интересно но вы подписывайтесь на канал с вами был механик и всем пока lol это